Это уже третий цикл отправки контрактников в этом году. 192 военнослужащих уже проходят военную подготовку в учебных центрах. На этот раз их 105. Есть и девушки. 20-летняя Аня по профессии медсестра, но в армии хочет стать стрелком. Захотелось, появилось такое желание защищать свою родину. Тесты писала, сдавала. Мне дали такое вот отношение и направили 54-я часть. Сперва желающие служить в украинской армии по контракту должны пройти подготовку в учебных центрах от одного до шести месяцев. В зависимости от профессии, на которую они претендуют. Нас отправят в Десну, в учебный центр. И там будем четыре месяца. А потом уже по своей части. Нас распределят, кто куда. Зарплата контрактника растет. После обучения их распределят по воинским частям. В зону АТО отправлять пока не будут. Буквально в март-апрель будут подниматься оклады. То есть в среднем он будет получать от 10 до 12 тысяч. Плюс потом за участь в АТО еще 6 тысяч. На сегодняшний день украинской армии нужны пулеметчики, гранатометчики и водители. Мы приглашаем на контрактную службу водителей. Кому надо повысить категорию, там бесплатно. То есть в пределах учебы. Им сделают переаттестацию, научат. И они получат еще категорию С. Священнослужители благословили ребят на успешное прохождение службы.